Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сегодня 24, наверное, октября 13-го года. И вот этот вот трехмесячный на улице был, снег выпал у нас, и в избу не затащишь. Только вышел, и там уже на морозе уснул. Вот как у нас в Сибири живут. А смотри, какая красота, а? Пушистый. Звать его Белый. Ну, давай. Откровение 21-го, глава, 5-й стих. И сказал, сидящий на престоле, все творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. Толкование. Исходя из слов стиха 6-го, ясно, что сидящий на престоле и говорящий эти слова, есть Господь и Иисус Христос. Эти слова и ранее говорил Христос, и они приличествуют Ему. Но сказано, что после страшного суда и начала нового мира и вечности, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам 15-й, глава, 28-й стих. Человеческая природа и Иисуса Христа стала причастна к божественной славе. И будучи природой второй ипостаси Троицы, причастна самой Троицы. Господь говорил апостолу Филиппу. Видевши меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Иван Галят Яна, 14-й, глава, 9-й стих. Так и в этом видении Иоанна можно разуметь всю Пресвятую Троицу, в ее единении с прославленной человеческой природой. Господь снова возвещает великую истину пока бытия. Все творю все новое. Образ прежнего мира прошел. Настало все новое. И вот я творю новое небо и новую землю. И прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Исайя, 65-й, глава, 17-й стих. В пока бытие для обновленного человечества Бог будет ближе, чем был в начале прежнего бытия в раю для Адама. До его грехопадения. Так Бог не только восстановит падшую тварь, но вознесет ее выше, чем она была до падения. В этом великая победа Божия. Слова сии – это слова Божии. Стих 5 по 8. О новом творении, о блаженстве праведников и осуждении честивых. Повеление записать эти слова исходит либо от самого Бога, либо же от последующего ангела. Смотрите, откровение 10-й, глава 4-й стих, откровение 14-й, глава 13-й стих и откровение 19-й, глава 9-й стих. Эти слова истинны и верны, ибо они произносятся самой истиной и познаются не через символы, а по самым делам. Андрей Кисарийский. Истина – то, что исходит от истины. Евангелие от Иоанна 14, глава 6-й стих. Поэтому истинным писанием, открывающим истину, являются не книги, написанных человеческого ума, логических рассуждений, опытных наблюдений или чувственных порывов. Все это может быть ошибочным и ложным, но книга Библия написана святыми мужами по повелению Божьему. «К чему мне быть скитальюцей возле стад товарищей твоих?» Песня песней, 1-й, глава 6-й стих. Взывает ищущая душа к истине, если можно войти в твой чертог. Чертог истины является Слово Божие, а стада товарищей и шатры их. Песня песней, 1-й, глава 7-й стих. Это произведение, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. 2-й Тимофея, 3-й, глава 7-й стих. «Своим мудрых учителей века сего, не этим товарищам открыта истина, не в их шатрах она обретается». Откровение, 21-й, глава 6-й стих. «И сказал мне, совершилось, я из Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Толкование. Несколько раз голос Бога, Творца и Спасителя оглашал Вселенную словом «совершилось». Этим словом, как печатью, запечатлевались различные стадии творения мира. Хаос, умрака и беспорядку говорил Бог «да будет». И откликался древний бытописатель. И стало так. Бытие 1-й, глава 30-й стих. «Совершилось шестидневное создание мира. С крестного древа возглашает божественный страдалец. Совершилось». Иван Глятьяна, 19-й, глава 30-й стих. «Совершилось искупление. Совершился переход от Ветхого Завета к Новому. Но и апокалиптическое время переносится этот возглас. Когда была излита седьмая чаша гнева, то голос от Небесного престола возвестил. «Совершилось». Откровение 16-й, глава 17-й. «Время кончилось. Начался страшный суд. И вот теперь уже из чертога вечности снова глаз Божий совершилось. Совершилось все, что должно было быть. Совершился переход от Нового Завета к Вечному Царству. После шести дней творения сказано. И стало так. Начался седьмой день. День покоя Божия. После шестиднева страданий Иисуса Христа снова раздается глаз «Совершилось». И вошел Христос в покой свой. Начался новый день. День христианской эры. В конце всего времени снова тот же возглас «Совершилось». Начинается новый день вечности. Так, начало, середина и конец этого мира отмечены печатью Творца. Совершилось. Что Он восхотел, то и стало. Совершили все дела Божии. Начался покой Его. Вечный шаббат. «И кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». И время 4 глава 10 стих. Далее Бог говорит «Я есть Альфа и Омега. Начало и конец». Смотрите Откровение 1 глава 8-10 стих. Святой Андрей Кисарийский прилагает к этим словам еще такое толкование, что Христос есть начало и конец, как первый по божеству и последний по человечеству, и как простирающий свое промышление от первой бесплотной твари до последних людей. «В нем начало и конец всякого бытия. Все им и для него создано». Колосиным 1 глава 16 стих. Об этом так писал Блаженный Августин. «Ты создал нас для Себя, и не знают покоя сердца наше, пока не успокоятся в Тебе. И как весь космос имеет свое начало и конец в Боге, в Сыне Военнародном, так и все до самого мельчайшего в нашей жизни должно иметь в нем свое начало и конец. «Человек, всякое ли свое дело в жизни начинаешь со Христом и завершаешь в нем?» И далее слышит Иоанн, жаждущему дам даром от источника воды живой. Сотворенная Богом тварь стремится к Нему и жаждет Его. «Как лань желает потоком воды, так и желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Псалом 41, 2, 3 стих. Взывал священный певец. «И вот Бог крепкий пришел к людям». Исайя 9, 6 стих. «И говорит, всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделаться в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иван Гелия Атьяна, 4 глава, 13-14 стих. «Вот стоит Божественный Иисус и возглашает, кто жаждет, иди ко мне и пей». Иван Гелия Атьяна, 7 глава, 37 стих. «Припади, жаждущая душа, божественную источнику, и пей, пей животворящую воду». Откровение, 22 глава, 1 стих. «Вода жизни – это Дух Святой, который от Отца исходит». Иван Гелия Атьяна, 15 глава, 26 стих. «Как от источника Иван Гелия Атьяна, 7 глава, 39 стих. «Посылает же Его Христос, почему Он и говорит, что Сам даст эту воду». Откровение, 21 глава, 6 стих. Иван Гелия Атьяна, 15 глава, 26 стих. «В пустыню земли истекают теперь эти потоки воды жизни, потоки Духа Святого, напояя жаждущих странников. Изливается Дух Святой через святые таинства, через слова священного Писания, через святых, через все освящаемое в Церкви, святая вода, иконы. «Только приди, жаждущий, и пей. Пей даром, ибо Господь сказал Своим ученикам и их преемникам, этим раздателям воды жизни, даром получили, даром давайте» – Матфея, 10 глава, 8 стих. «Если бы человеку было как-то дано купить или заработать благодать и спасение, то многие приложили бы все усилия для этого. Не посчитались бы ни с большими деньгами, ни с трудностями различных дел и поездок, лишь бы купить эту воду жизни. Но она так не обретается, а дается даром, кающейся и жаждущей душе. Потому человек не может купить благодать, что ничего не имеет для ее обретения, он грешен. Даже самую малую долю спасения он не может получить своим богатством и своими усилиями. Человекам это невозможно». Матфея, 19 глава, 26 стих. «Все же для нас сделал Бог и не упустил ничего». Деяние, 8 глава, с 20 по 22 стих. «Верующие должны ясно уразуметь, что благодать и всякое священное действие даются даром. От алепта, которую они несут в храм, есть не плата за благодать, а опять-таки их дар Богу, их приношение, за счет которого материально содержится храм и его служители». 1 Калифин, 9 глава. «В совершенной мере напоение от источника воды живой произойдет в вечности. Сейчас церковь находится еще в пустыне». Песня Песней, 3 глава, 6 стих. «И подвязается в безводных местах этого мира греха и неправды. Но блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфея, 5 глава, 6 стих. «В вечности сам Бог напоит всякого жаждущего истины, духа и красоты. Сейчас стремление к Богу и только потом полнота общения с Ним. Даром даются все блага будущего века, ибо все нынешнее ничего не стоит в сравнении с Ним. Они не приобретают имения, но даром дает Бог верующий в Него. Однако, если человек и не может, и не спастись сам, не купить своего спасения, но даром все приемлет от Господа, то это вовсе не значит, что спасутся все, и человеку ничего не нужно делать». Откровение, 21 глава, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Толкование. «Для наследования вечных благ и жизни в Боге необходимо победить мир греха, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир вера наша». 1 Яна, 5 глава, 4 стих. «Рождение от Бога и всякая благодать даются даром, но даются для того, чтобы, облегшись в это всеоружие Божие». Эфесянам, 6 глава, 13 стих. «Подвязаться и побеждать мир». Крест – величайший дар Божий людям, дан даром. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый, и все преодолев устоять. Послание Коэфесянам, 6 глава, 13 стих. «Всеоружие Божие дается нам даром, но противостоять и преодолевать сего помощью должны мы сами. Только кому на земле Господь был Богом, тому Он будет и там Богом. Кто на земле жил, как чадо Божие, тот и там будет Ему сыном». Откровение, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов учить в озере, горящим огнем и серую». Это смерть вторая. Толкование. «Не только лишается Царствия Божия» 1 Коринфянам, 6 глава, 9 по 10 стих. «Но будет в озере, горящем огнем и серую». Это смерть вторая. Грамотные люди нашего века, иногда даже и верующие, посмеются над якобы примитивным представлением Церкви, что вот где грешники будут жариться в гигиенском огне. Но ведь примитивное детское представление часто бывает самым правильным и неискаженным лжеименной мудростью. Да, действительно, и душой, и телом грешники будут гореть в нестерпимом огне гиены. Огненные муки постигнут разум, чувство, волю и тело нечестивца. То есть неправильно представление только о лишь телесном огне. Огонь гиены поразит все душевное телесное существо человека. Господь перечисляет различные роды грешников, что будут мучиться в вечном огне второй смерти. Боязливые – это те, о которых говорил Господь в притче. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скор или гонение за слово, тотчас соблазняется. Матфея 13 глава, 20-21 стих. Боязливыми и маловерными были некогда и ученики Господа. Матфея 8 глава, 26 стих. И Марка 4 глава, 40 стих. Это особенно проявилось, когда они оставили его во время крестных страданий. Но позже они все укрепились в Боге, мужественно пронесли весть о Христе во все концы вселенной и приняли мученическую кончину. «Может показаться, какой грех в боязливости. Разве приносит боязливость кому-нибудь вред? Но вот сам Господь говорит, что их участь в озере Огненном. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда приедет во славе своей и отца, и святых ангелов». Луки 9 глава, 26 стих. «И ныне много боязливых. Они не отвергают Бога, не борются против Него, но стыдятся, стесняются и боятся. Они не желают мужественно взять крест и нести его вроде тем прелюбодеянным и грешным». Марка 8 глава, 38 стих. «Они боятся того, чтобы кто-то узнал о том, что они верующие или крещеные, чтобы кто-то увидел в их доме икону, чтобы кто-то узнал, что они молятся, посещают Храм Божий, чтобы кто-то увидел на их теле крестик. И это у них не конспирация, которой не чуждались и первые христиане-мученики, но страх и ложный стыд. Они не стыдятся подражать этому миру в словах, внешнем облике, образе жизни, но стыдятся подражать Христу и его святым, учащихся таковых вместе с неверными в озере огненном. «Поэтому встрепенись, душа, расчистите свое сердце от камней страха и ложного стыда и дай Слову Божию пустить в тебе глубокие корни». Свои последние наставления ученикам Господь заключил словами «В мире будете иметь скорбь, намужайтесь, Я победил мир». Иван Гелетриана, 16 глава, 33 стих. «Неверные – это неверующие и некрещенные. Как и сказано, что кто не будет веровать, осужден будет». Марка, 16 глава, 16 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. «Равно это и отпавший от церкви, и отрекшийся от Христа. Если отречемся, и Он, сколько Христос, отречется от нас». 2 Тимофея, 2 глава, 12 стих. Посланник евреям, 6 глава, 4 по 8 стих. «Так погибну стыдящийся веры и вовсе не приемлющий ее. Или отвергающий от нее. Скверные – все не оскверненные грехами нечестия, развратны жизнью. Все оскверненные грехами нечестия, развратны жизнью. Не думай, человек, что твоя вера или крещение спасут тебя, если дерзко пребываешь в греховной скверне. Наоборот, будешь иметь сугубое наказание в сравнении с оскверняющимися неведениями. Убийцы – люди, лишавшие других людей жизни. Убийство – это страшное преступление. Убийцы – дети того, кто был человекоубийцей от начала». Иван Гриотьянов, 8 глава, 44 стих. «Но это не только лишавшие своих ближних телесной жизни. Ибо всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной». 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. Матфея, 5 глава, 21 по 22 стих. «Поэтому будем стяжать дух мирный, любообильный, кроткий и незлобивый. Любодеи – погрязшие в грехах нечестия, вредившие не только себе и своей чести, но и чести других. Чародеи – вредящие ближним через обман и обольщение посредством трав, а также при помощи тайных сил и демонов. Церковные каноны различают чародеев, отравителей, прорицателей и волхов. Чарование – это призывание бесов на сотворение вреда другим, на ведение злого житья, на ведение апатии и безволия, нежелание жить, на ведение болезни и т.д. Внешне, при этом, чародеи могут даже петь псалмы, призывать имена мучеников и Богородицы, но их союзники – бесы. Отвратители травами и другими средствами отравляют людей, дурно воздействуют на психику. Прорицатели. Через общение с демоном прорицают будущее. Волхвы призывают якобы благотворных бесов и делают внешне доброе, фактически же портят и губят душу. Волхвы же занимаются астрологией. Помимо этого, есть еще гадатели, спиритисты, маги и прочие земные служители ада. Все, совершающие эти грехи, строго наказываются по церковным канонам, а Писанием облекаются на вечные муки Евгении Огненной. Поскольку часто бывает трудно отличить Божью силу от бесовской, ибо чародей внешне маскируется в благочестивую оболочку, да и велика обольстительность сила сил чар, то лучше всего прибегать лишь к помощи Церкви. Ведь и дар развлечения духов дается только иным. 1 Коринфянам 12 глава 10 стих. Поэтому не должны на это дерзать все, а пользоваться испытанно благодатными средствами Церкви. Это тем более важно в наш век всеобщего смешения понятий духов и учений. И чтобы ты не встретил христианин, осени себя, окружающий крестным знаменем, сотвори молитву и уповай на Бога, дабы остаться чистым, неоскверненным от всякой чародейской и демонической силы. «Отче наш, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Матфея 6 глава 9-13 стих. «Поклоняясь кумирам и всякой твари, как божеству, и долослужители фактически поклонялись и приносили жертву бесам». 1 Коринфянам 10 глава 20 стих. «И те ему готовили себе участь в озере, горящим огнем и серой». «И под конец Господь перечисляет всех лжецов. Ложь находится у истоков всяких грехов». Иван Галетяна 8 глава 44 стих. «Многие считают, что если они не грабители и не убийцы, то от них, собственно, и грехов нет. Но кто свободен от лжи? Кто никогда в жизни не обманывал? А учишь лжецов одна с убийцами неверными. И многие христиане допускают в своей жизни ложь. Утверждают, что есть святая ложь и ложь во спасение. В определенных случаях, дескать, можно говорить неправду. Но так ли это? Во-первых, где та черта, которая указывает, когда можно лгать, а когда нет? Как и на основании чего практически в тех или иных ситуациях решать, лгать или нет? Нам кажется иногда, что в какой-то ситуации обязательно надо солгать. Но проходит время и обнаруживается, что можно было и даже нужно было не лгать. И практика показывает, что люди, допускающие ложь во спасение, начинают лгать даже в таких ситуациях, когда ложь совершенно очевидно была не нужна и не служила никакому спасению. Мысль, что в какой-то ситуации обязательно надо солгать, навевается дьявол, ибо он отец лжи. Он ставит ум человека в тупик, из которого якобы можно выйти только ложью. Взирающий же на Бога всегда найдет выход правдой. Просто в это надо верить до конца. Матфея 10 глава, 19-20 стих. А дух Отца есть дух истины. Евангелие от Яна, 15-й глава, 26 стих. А не лжи. Во-вторых, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Марка 4 глава, 22 стих. Когда твоя ложь станет явной, как засвидетельствуешь обманутому о том, чье имя истина. Евангелие от Яна, 14-й глава, 6 стих. В-третьих, зачем же нам заповедано быть мудрыми? Матфея 10 глава, 16 стих. Если можно лгать. Мудрость в том и состоит, чтобы не солгав, найти выход. Можно отвечать уклончиво, отвечать на вопрос, отказаться отвечать, молчать, но не лгать. В-четвертых, нам скажут, какие же такие праведники, как Раав и Зерихона или царь Давид, прибегали к лжи и были оправданы Богом. Действительно, многие ветхозаветные праведники прибегли к неправде, но ведь были многие из них и многоженцами. Ветхий Завет был где-то водителем ко Христу. Галатам 3 глава, 24 стих. Новый Завет дал закон совершенный. Многое, что дозволялось в Ветхом Завете, уже недопустимо для времени благодати. Нагорная проповедь Спасителя показывает нам возвышение Нового Завета перед Ветхим, возвышение благодати перед законом. В Новом Завете мы уже нигде не находим ни тени, ни правды в устах праведников. В-пятых, не может быть святой лжи, ибо всякая святость от Бога, а ложь свою для сатаны. Иван Галатяна 8 глава, 44 стих. Написано, всякая неправда есть грех. 1 Иоанна 5 глава, 17 стих. А может ли грех быть святым? Может ли грех войти в Царствие Божие? Может ли быть светлой? В-шестых, не может быть лжи во спасение, ибо кто говорит ложь, не спасется. Притча 19, 5. И кто говорит ложь, погибнет. Притча 19, 9. Также говорит Господь в Апокалипсисе, а вне, в скобок небесного Иерусалима, всякий любящий и делающий неправду. Откровение 22 глава, 15 стих. И всех лжецов участь в озере горячим огнем и серую. Ясно сказано, что всякая ложь, с какой бы целью она ни совершалась, ведет к вечным мукам Гиены. Откровение 21 глава, 9 стих. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Ангца. Толкование. Видим, что один и тот же ангел может совершать совсем различные служения. Сходные слова обращения ангела к Иоанну в обоих случаях. Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей. Откровение 17 глава, 8 стих. И пойди, я покажу тебе жену, невесту Ангца. В Откровении 19 главе, 7 стихе, мы видим жену, невесту Ангца. Приготовившую себя для брака, ожидающую великое таинство. Теперь же видим их теснейшее блаженное общение. Что тогда было радостным ожиданием, то теперь блаженная действительность. Ангел говорит Иоанну, пойди, я покажу тебе. О чистый отче тайнозрителя, удостоенный этого дивного видения, воистину блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5 глава, 8 стих. На земле видят небо, из времени созерцает вечность. Жена здесь должна разуметь не вообще женщину, а именно замужнюю женщину. Невеста Ангца – это тайный тайн Нового Завета. Это мать, рождающая и остающаяся девой. Это дева и мать в одном лице. Две сущности в одной ипостаси. В тайне Троицы три ипостаси в одном существе. В тайне Богородицы, Церкви, два существа, Девы и Матери, в одной ипостаси. В тайне Церкви два существа, Девы и Матери, в одной ипостаси. Толкование на Откровение 12 глава, 1-2 стих. Мать – образ земли, мать – сама земля, порождающая жизнь. Дева – образ неба, Дева – само небо, чистое и нетленное. Дева-мать – это таинственный, священный, неизреченный союз неба и земли. Откровение 21 глава, 10-й стих. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Толкование. Вознесение на гору Духа Иоанна означает, что мысль его была устремлена от земли к небесному. Пустыня – духовное состояние города-будницы. А высокая гора, пишет Андрей Кисарийский, есть возвышенная и примирная жизнь святых, которая украсится и прославится с жена Ангца, горний Иерусалим. Небесный Иерусалим – Божий обитель в тварном мире, и есть жена невесты Ангца. Откровение 21 глава, 11-й стих. «Он имеет славу Божию, светил его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню Айаспиду, кристально видному, толкованию. Не свою славу, не свою красоту, но Божию. Истинная слава тварей не в ней самой, а в ее Творце. Потому славна церковь» – Эфесянам 5 глава, 8-й стих. «Ее святые, что сам Бог облекает их в свою славу. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока» – послание к Эфесянам 5 глава, 25-й, 27-й стих. «Свет божественной славы излучало лицо Моисея, когда сходил он с горы к народу после беседы с Богом» – Исход 34 глава, 29-й, 35-й стих. «И на горе Фавор Моисей и Илья, явившись во славе, беседовали со Христом» – Луки 9 глава, 30-й, 31-й стих. «Нетварная вечная слава Божия почила на них». Апостол Петр, видевший эту славу на Фаворе, пишет всем верным. «Когда явится постоначальник, вы получите неувидающий венец славы» – 1 Петра 5 глава, 4 стих. «Эфесянам, 5 глава, 32-й, стих. «Увенчанная славой и честью невеста город имеет славу Божию. Потому славящих святых и церковь, собрание святых, воздаёт не иному, кому славу, как Богу». «Нетварная светила освещает город, но свет самосущий. Свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. 1 Иоанна, 1, 5. «Свет – сущность, естество Бога, от Него и от Отца Светов, у Которого нет изменений и не тени перемены». Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Получает освещение в вечный город. Всякий человек, приходящий в мир Христа, в церковь, его обитель, просвещается этим нетварным, не вечерним светом». Чтобы как-то описать его, Иоанн говорит, что оно подобно драгоценнейшему камню. Нет таких камней на земле, от которых исходил бы такой чудный свет. Но если сравнивать, то это светило подобно яспису кристально-видному, камню зеленому и прекраснейшему. И этим означено, что светило города несравненно, всегда растущее, цветущее и жизнеподательное. В картине Небесного престола, в Откровении 4 главе, 3 стихе, сидящий, то есть Бог, свет, подобен камню яспису и сардису. Ибо там свет производил жизнь и суд, сардис – красный, цвет огня. Теперь суд позади. Настала вечная жизнь, освещаемая светилом, подобной только яспису, а не яспису и сардису. В этом веке милость и суд будут петь. Псалом 100, 1 стих. В том только милость и благость Божия. Да воскритнем и мы вместе с Исаием. Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Исаия, 60 глава, 1 стих. Все. Дальше далеко. Не надо больше? Нет, все, там уже дальше. Ну, все тогда. Я сейчас покажу кое-что, что у нас за богатство. Главное наше богатство, конечно, это книги, которые изданы нами. 38 книг за 9 лет. И среди них вот Новый Завет. Трехтомник. Вот он как выглядит. В этом трехтомнике означает полное толкование Нового Завета, начиная от Матфея. Это блаженный афеофилакт. Но блаженный афеофилакт всегда доходил только до откровения и на этом останавливался. А мы еще и Густаво Даре тут его гравюру раскрасили. Видите, как красочно. И под обрез, чтобы картина была больше. И вот на основании Андрея Кисарика Падокийского, отец Геннадий Фаст, он собрал всех толкователей священной книги, откровения, и совокупил все вместе. И дал некоторое объяснение сегодняшних сект их заблуждений. Он сам бывший минонит, немец, пришел в православие в моем доме. Сейчас он в городе Абакани, Хакасия, настоятелем, кажется, Константина и Елены Храм. Магистр богословия служит Московской Патриархии. Бывший преподаватель Томского университета. Ему это дано, он так начал это делать в моем доме, по-моему, он говорит, благословение, ну, благословение, я мирянин, благословлять тоже можем, но я именно сказал, займись этим откровением, ты потянешь. Нужно найти самых редких, как Папи и Рапольский, других найти, там, и Крема, всех-всех найти, что они как растолковывали. Ну, за основу взять архиепископа Андрея Кисарика Падокийской. Он так и сделал, три года у него почти ушло. И вот этот материал вышел. У него в гостях, видимо, был Андрей Кураев, диакон, но он ему не дал, и говорит, я ему один подарок дал. Андрей Кураев приехал сюда, в Барнаул к нам, на Ползунова 6, он был здесь не один, был с местными священниками, так разговора-то большого не было. Вот это вот наше сокровище. самое большое, что в интернете у нас, это наш сайт во свете Библии. Во свете Библии. Вот он, как этот сайт выглядит. Кристине один, народу.ру. Я потом объясню, что такое тысячелетнее царство. Вот, во свете Библии. Самое ценное во всем это 4124 ответы по темам, 55 тем. Вот любое место, допустим, деньги, интересуются деньги, ткнул у него. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все, семь секунд. Вдруг открываются все вопросы, которые про деньги. Люди задавали мне в университетах. Я в пяти университетах вел занятия, много. Допустим, вот 865, второй том. Сегодня к нам на работу походила монашка из Знаменской церкви продавать иконки. Она была без платка, с прической, накрашенными губами. И разговаривает по-мирскому, хотя до этого приходила и выглядела вполне благочестиво. Объясните, пожалуйста, почему это происходит? Может быть, сейчас это разрешается в монастырях? Ну, это записка. Записка поступила. Я неотвеченные вопросы не оставляю. Конечно, которые у меня были из монастыря на занятиях, они насторожились. Ой, сейчас он что-то расскажет. Еще я расскажу. Теперь этот вопрос ткнуть надо. Щелкнули. Он появляется, но уже с разъяснениями. Я говорю, ответ. Если бы она принесла вам Библию, Слово Живого Бога, то насколько бы я ни был строг, в чем меня постоянно обвиняют, я почти не заметил бы, как она выглядит. Мне приходилось с такими разговаривать во многих местах города. Есть из них и богобоязненная, и одетые, как приличные святые. Им приятно посмотреть. Но Слово Божие для них не стоит даже на втором месте. У них главная установка продать и угодить своим начальничкам. Ни живой мысль, ни проблеска жизни в глазах. Неужели батюшки, исповедуя их, не видят, что вместо живой души муляж, что вместо развития таланта тупая покорность? Убита живая мысль, но стоит только коснуться беспорядка в церкви, а они мгновенно оживают и начинают яростно защищать их. Вот для этого семинария Академия защищает все недостатки именно только для этого. Создается впечатление, что подавляющее большинство этих торгашей, как и программистов, компьютерщиков, одержимые демонами. Местный епископ напостригал их и вытолкал попрошайничать по магазинам и предприятиям на благочестивые, в кавычках, и ненужные украшения. Особенно всколыхнула мирских людей схватка между епископом Антонием и благочинным Новоалтайска, тут около Барнолова, Михаилом Погиблым. Как их сторонники мгновенно ожили от литургического сна, напечатали тысячи листовок, разбрасывали их, обклеивали заборы и раздавали прохожим. Всем нужна была одна победа, а ведь сыр-бор был только из-за денег. Сегодня в Москве целая система попрошайок, заполнивших метро, вокзалы и людные места, собирающих пошерстование на строительство храмов. И вот уже газета «Россия» от 17 до 24 марта 2002 года печатает статью «Оборот не вряса. Ради Христа Иисуса или ради хлеба куса» в августе 2000 года Архиерейский Собор Русско-Православной Церкви вынес определение, кавычки, в условиях, когда священнические монашеские одежды подчас используются мошенниками, собор счел недопустимым сбор пожертвований священнослужителями и монашествующими в публичных местах. Миряне же для осуществления такого сбора должны иметь письменное благословение правящего архиерея той епаркии, где производится сбор. Есть даже не церковная группа, организующая нелегальный сбор якобы на церковные нужды. Нанимают молодых людей, обрежают в подрясник, дают им ящик с куфью, документы с какими-то печатями. Договариваться таким образом, будешь собирать на такой-то храм в глубинке. Две трети от собранного нам треть тебе. Для настоящих шесть сборщиков подать и в Москве документы подписывает обычный архиепископ Истринский Арсений, викарий, заместитель патриарха Московского Сеаруси. На расследование лжесвященник сознался, что собрал около 30 тысяч рублей в Москве. Эта сумма могла быть в несколько раз больше. Ряс ушил в ателье, а собранные деньги тратил на свои нужды. Это вот один из вопросов, который я должен отвечать. Чем они могут тут быть недовольны? Но что недовольны, это почти всегда они. Вот, пожалуйста. Так это 55 тем. Это тема отдельно мусульманства, отдельно старобрящества, отдельно евреи. Вот по евреям у меня только 176 вопросов. 176. Это не 2, не 3. Вот это, когда мы выводим здесь, как раз я отошел вот на наш сайт. Еще о нем немножко сказать хочу. Этот сайт очень богатый. На нем вот все наши книги вот здесь вот. А вот звук и видео это примеры 50 книг моим голосом насчитанным. Это Библия полная с неканоническими. 12 томов Златоустом. 12 книг Жития святых, 5 добротолюбия, 4 Григория Дещенко и 50 книг Архипелаг ГУЛАГ. Билости просим на наш сайт. А пониже маленько вы здесь православный библейский сайт, потом православный форум Игнатия Лапкина. Это я, Игнатий Лапкин. Православный. Мы в него ткнули, вот если ткнули, значит сразу он уводит нас на главную страницу уже этого православный форума. Вот мы видим православный форум Игнатия Лапкина. Пожалуйста. Кроме того, здесь 1440 тем. Кроме того, у нас православный видеоканал открытым оком. Около тысячи роликов только здесь. Здесь ролики в основном. Но большую ценность представляет и в Mail.ru. Вот здесь я посчитал вчера 6981 наша фотография. И 1132 ролика о том, как строим православную деревню, кому может приехать, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда мы разговариваем с ним первый раз. Разрешение дается вот так. И вот много здесь считается про тысячелетнее царство. Вот коротко схема такая. Это все подробно написано не только здесь в третьем томе Нового Завета толкования 20 глава Откровения. Но и второй том открытым оком и их 30 томов. 470 страница. Христос воскрес это начало тысячелетнего царства. Начало. Сатана здесь скован на Голгофе. Все. А вот здесь Христос приходит с неба. Восхищение церкви, страшный суд, всеобщее воскресение праведных и грешных одновременно. Но за три с половиной это разовое только дальше время кончилось. Поисторическая вечность наступает. А здесь вот три с половиной года время отцарствования Антихриста. Три с половиной года Антихрист, время скорби, сатана освобожден. Вот наш сайт. Все на этом. Кому откроет Господь, никто не закроет. А кому не открыто, он не избран. Он не избран. Он думает, что избран. У избранника всегда находится место для слышания голоса Божия, для Духа Святого. А не избран, он только спорит, хватается, будет говорить, да какое тысячелетнее царство, сейчас сатана еще что делает. Он ничего не понимает. Он рассуждает по глазам грешным. Ты по Писанию посмотри, что Библия нам говорит. А Библия говорит, что все воскреснут в последний день, чтобы плевелы, пшеница росли до жатвы. У меня все пока. До следующего раза. Вот так. Так, форум наш. Это я не вижу, где сайт-то есть, нет. Наверное, здесь и нет. Это я сатаньки. Православный форум. Это у нас фильм там поставили. А у нас этот фильм предчувствий. Он занял первое место на международном киноконкурсе. Вот так. Слава Христу. Слава Христу.